Центр лечения онкологических заболеваний тяжелыми ионами углерода будет построен в Обнинске. Строительство и передача технологий будут обеспечены японскими партнерами и международной медицинской консалтинговой компанией. После его открытия лечения смогут получать 10-12 человек в день, в планах 1000 пациентов в год. Пациентами смогут стать граждане со всей страны, для которых другие виды терапии оказываются малоэффективными. Если мы говорим об онкологии, как науке, то ведь и химиотерапия, и различные степени воздействия, в том числе и радиологическое воздействие, на разные популяции совершенно носят разные характеры. Поэтому и для японских наших коллег очень интересно, как будет это действовать. Вместе с этим сегодня выстраивается новая система оказания онкологической помощи. Теперь диагноз обязаны поставить за 14 дней с момента обращения к врачу. Но на некоторых территориях Дальнего Востока это сделать невозможно. Нет помещений, специалистов, оборудования. Поэтому сейчас по всей стране создаются центры амбулаторной онкологии. Будут выстраиваться такие точки, которые позволяют раньше оказаться пациенту онкологической помощи. Например, так называемые центры онкологической амбулаторной помощи. Это вообще нововведение, когда в регионе, где есть хорошо вооруженные центральные районы больниц, например, с компьютерным томографическим обеспечением или МРТ, там уже оказывается онколог, который позволяет раньше распознать и начать, например, биопсию пациента. Для того, чтобы даже в центре уже более высокого уровня пациент поступал с готовым диагнозом. Главный онколог Минздрава России напомнил, что из факторов, определяющих развитие онкологии, только 15% отводится влиянию нашего генотипа, а все остальное – это тот образ жизни, который мы ведем. К примеру, у курильщиков 20-30 раз чаще диагностируют развитие злокачественных новообразований. В ЭПЧ, который сегодня широко распространен, способен спровоцировать гинекологический рак и рак ротоглотки. Характеризуя ситуацию с онкологическими заболеваниями в Приморье, главный онколог был настроен оптимистично. В частности, на месте, где мы сейчас находимся, планируется центр ядерной медицины, он отрабатывается. И я должен сказать, что у вас не самая плохая ситуация, у вас в кадровом смысле неплохая ситуация, обеспеченность кадров, между прочим, лучше, чем во многих регионах других. У вас есть определенный рост заболеваемости, что это нормально считается, потому что рост заболеваемости, я уже говорил, это проблема демографическая во всем мире. Во всем мире ждут рост заболеваемости. Кстати, он еще и не догоняет, в том числе и в Российской Федерации, многих стран, в том числе и из Буржии, с хорошей экологией. Поэтому мы при росте заболеваемости ждем падения смерти. Важным фактором для оценки развития систем здравоохранения служит медицинский туризм. Если в конце 2016 года в России было 35 тысяч иностранных пациентов, то за первые шесть месяцев текущего года в нашу страну для лечения приехало уже 530 тысяч граждан из других стран. Вместе с тем сокращается выездной медицинский туризм. Поток россиян, которые едут лечиться за рубеж, снизился кратно – от 6 до 12 раз в зависимости от страны. Катерина Матвеева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова